Продолжение следует... Правда, поклонники заметили. В этом послании композитора нечто подозрительное. Дело в том, что уже несколько недель в узких кругах ходят слухи о том, что у супругов серьёзные проблемы в браке. Писали, что Юлия с головой ушла в свою новую профессию, и это отразилось на её отношениях с мужем. Не так давно Проскурякова отучилась в ГИДИСе на актрису, после чего на неё посыпались предложения в съёмках в кино и сериалах. Только она заканчивает один проект. Как начинается следующий? Говорят, что Николаев не рад тому, что жена почти перестала появляться дома. Поздравление композитора подогрело слухи о том, что их семейная жизнь находится в кризисе. Он опубликовал кадры совместного с женой выступления, где они поют песню «Зачем мы ссоримся?». Фанаты решили, что Николаев не просто так из всего разнообразия выбрал именно эту композицию. При этом, кстати, в самом поздравлении он написал «С днём рождения, любимое», чем окончательно запутал поклонников. Добавим, последней возлюбленной маэстро долгие годы приходилось бороться с призраком Наташи Королёвой. Даже после развода с русалкой народная молва то и дело сватала Наташу и пресловутого дельфина. 40-летняя Юлия Проскурякова уже давно не смотрит в зубы всезнающим хейтерам. На этот раз дама сердца прославленного музыканта не сдержала эмоций после жёсткой критики. Дело всё в том, что некоторые представители интернета аудитории постоянно ругают молодую женщину за незатейливые наряды и лишний вес. Подобная бестактность, понятное дело, обижает артистку, которую постоянно сравнивают с бывшей музой Игоря Николаева. Так, в одном из сюжетов на центральном телевидении Проскурякова не только прошлась по стройным красоткам, которые готовы ради нездоровой худобы практически на любые жертвы. Как уверяют журналисты, возлюбленная исполнитель хита «Такси-такси» приоткрыла завесу тайно, рассказав о том, что на самом деле не устраивает именитого мужа. Проскурякова назвала худых женщин селёдками и обвинила в липосакции удаления рёбер и уменьшения желудка. Ранее она не раз признавалась, что худоба ей не идёт, да и Игорь Николаев недоволен, когда он теряет свои формы, отметили на центральном телевидении. Таким образом, артистка поставила недоброжелателей на место, ведь, по её словам, супруг является поклонником пышных форм. И хотя некоторые интернет-пользователи попытались высмеять Проскурякову за столь прямой подход, сказанное возлюбленной Николаева охотно верится, особенно если вспомнить о предыдущей жене маэстро. Наташа Королёвой по сей день славится аппетитной фигуркой, да и в былые времена привлекало внимание восторженных фанатов отнюдь не только посредством вокала.